ПЕСНЯ Уважаемые товарищи, с решающим голосом, кто зарегистрировались и получили мандаты, займите свои места. Уважаемые товарищи, начинаем открытие семинара Российский комитет рабочих, семинара рабочего движения, Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии. В повестку дня предлагалось три вопроса. Еще раз озвучу. Это первое. Завоевание рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива. Второй вопрос. Развитие взаимодействия профсоюзных организаций с помощью Федерации профсоюзов России. И третье. Борьба за улучшение условий и охраны труда с учетом проведения специальной оценки условий труда. Вот три вопроса, по которым Российскому комитету рабочих нужно будет принять постановление, обсудить, заслушать доклады. Для докладов предоставляется регламент докладчикам до 15 минут, выступающим до 5 минут. Кто за предложенную повестку и за предложенный регламент, прошу голосовать. Кто за? Против. Воздержавшихся. Повестка принята, поэтому можем приступить к работе Российского комитета рабочих. Так. Ну, приступим к первому вопросу. Завоевывание рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива. Докладчик по этому вопросу я, Калит Валентин Владимирович. Я являюсь сопредседателем Независимого профсоюза рабочих защиты в акционерном обществе Саровской генерирующей компании. Вопрос очень интересный и мне он кажется очень близким, потому что наша история, как бы, именно вот завоевание большинства началась с того, когда нашему предприятию пару лет подряд не индексировали заработную плату и, значит, в коллективах начались такие местечковые, как бы, недовольства по факту того, что мы не получаем индексации заработной платы, что заработная плата у нас стала падать в сравнении с тем уровнем, с тем уровнем, которым она была. Ну и тут, значит, инициативными группами стали различные письма составляться, на что у нас в предприятии было два профсоюза. Один профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, и вот другой профсоюз, который на сегодняшний момент я возглавляю. Значит, на тот момент был председателем профсоюза Владимир Степанович Рузанов. Он тоже неоднократно присутствовал на Российском комитете рабочих и встретился, будучи председателем профсоюзной организации с инициативными людьми. Он сказал, ребята, сейчас это выглядит все как бунт, если вы не организуетесь, вас поодиночке призовут к ответственности, вы попадете в опалу и приложат все усилия, чтобы руководство от вас избавилось. На что мы задали ему вопрос, ну, как нам организовываться, что нам делать, тот профсоюз он не решает, не пытается решать никаких вопросов, интересы работников не отстаивает. Он говорит, не надо ничего создавать, все уже создано. Уже на тот момент он понимает, что профсоюзное движение имеет форму такую скачкообразную, как бы, да, форму отлива и прилива, то, что бывает и подъем, бывает и падение. Вот на тот момент руководитель нашего профсоюза остался один практически с нескольким десятком уборщиц, ну, и профсоюз такое осуществлял деятельность, как бы особой агитации не вел, ну, и не озвучивал идею того, что надо было самоликвидироваться. То есть мудрость этого управленца организации состояла в том, что он знал, что пиковый момент все равно придет в организацию, что волна недовольства все равно поднимется, и он дождался этого момента, значит, передал бразды правления в наши руки, мы создали правком, в который ходили представители практически всех цехов нашей организации. Мы зарегистрировались, выбрали новый правком, выбрали сопредседателей, и начали активную работу, значит, уже от лица независимого профсоюза. Когда мы выдвигали требования к нашему работодателю, за нами было уже решение правкомов, и когда нас спрашивали, от чего лица вы действуете, мы этим решением, как бы, удовлетворили их любопытство. На сегодняшний момент наша профсоюзная организация составляет чуть меньше 100 человек. В момент пика численностью мы доходили до 200 человек, но тем самым не представляли большей половины численности. Ввиду того, что, как я уже выше сказал, есть еще отраслевой профсоюз РАС, и есть масса людей, которые не вступают ни в отраслевые профсоюзы, ни в альтернативные. То есть люди решают свои проблемы сами собой, если они их вообще решают. Значит, вопрос завоевания большинства. Я еще раз повторюсь, вот этот пиковый момент поймали мы, и здесь, как бы, идея вернуть себе то, что вы потеряли, она, как бы, в каком-то моменте сплотила коллектив ради того, чтобы добиться успехов в этом вопросе. Значит, мы, приехав на Российский комитет рабочих, узнали, что необязательно организация, даже если она мелкая, то есть она не может себя чувствовать, как бы, ну, такой, как сказать, не то чтобы в ней нет силы, но она все равно может быть дееспособной. Отсюда мы узнали совет, что для предоставления интересов работников вы можете получать доверенности. Мы распечатали бланки этих доверенностей, ходили по коллективу, и даже люди, которые были не в нашем, а в отраслевом профсоюзе, доверяли нашей организации представлять их интерес перед работодателем. Вот такая процедура, в принципе, несложная и нехитрая, была проделана, и к моменту организования и митинга несогласного мы проводили в 2011 году, мы набрали вот практически 200 человек. Но вопрос пошел еще крупнее, то есть мы поняли, что выдвигать свои требования, как бы, одними какими-то письмами это тоже не совсем правильно, поняли, что нужно бороться за большее, и выдвигать требования не единичные, а комплексные, и этот комплексных требований работников именно объединяет в борьбе за создание проекта коллективного договора. На тот момент у нас не было своего проекта, и мы просто составили тоже изменения, значит, привод, как товарищ докладывал, предложение в комиссию было отправлено, где, конечно, никто их не рассматривал, позицию работников мало кому интересно. Та сторона вообще сказала такие слова сторона работодателя, что если у вас нет своего проекта, то о чем, в принципе, и вести разговор с вами. То есть если бы у вас был бы проект, тогда бы можно было бы как-то еще бодаться. Когда своего проекта на будущее тем, кто будет этим заниматься, то есть РКР рекомендует постоянно всем и вся, чтобы идти на переговоры с работодателем, иметь свой проект альтернативный коллективного договора. Вот, значит, мы, в общем, на тот момент не составляли свой проект, потом, значит, прошел митинг несогласных с действиями работодателя. Работодатель применил административный ресурс, и тут, как бы, часть работников поняла, что мало что изменится, кто-то начал искать пути перехода на другую работу, искать более высокооплачиваемую работу, на тот момент прошло, ну, много желающих были расстаться со станцией, уйти на другую работу, значит, уходили, пенсионеры уходили на пенсию, не задерживались, дорабатывали до пенсии, уходили, да, и, как бы, здесь молодые люди не приходят на предприятие, и даже на сегодняшний день средний возраст на предприятие свыше 45 лет, вот, как бы, и, соответственно, не обновлялись и кадры нашей организации. Вот, на сегодняшний момент у нас появился проект коллективного договора, который обсуждается в коллективах, надеемся, что коллектив нас все-таки поддержит, и мы выйдем уже на переговоры со своим проектом, вот, но, а, еще о численности, конечно, завоевание рабочим профсоюзом большинства все-таки, да, но большинства нам не удалось завоевать, но мы организовали тоже не без подсказки наших консультантов единый представительный орган, который все-таки позволил нам эти коллективные, участвовать непосредственно в коллективных переговорах. Мы создали единый представительный орган с отраслевым профсоюзом в пропорции, у кого больше численность, у того, как бы, и, соответственно, в комиссии людей должно быть больше. То есть, мы впервые, защита представила количественно больше представителей в комиссии, чем официальный профсоюз. Но больших результатов на сегодняшний день достичь мы не смогли, но мы прекрасно понимаем, что если не работать над увеличением численности профсоюза, постоянно, как бы, не агитировать, не вести пропаганду, профсоюз опять может скатиться до такого уровня, что работодатель не будет его просто считать формально за организацию и скажет, на каких, значит, условиях, при каких, кто вас уполномочил, представлять интересы работников, потому что, соответственно, численность, она законодательством регламентирует эту защиту прав. Поэтому еще раз обращаюсь к тем, кто будет проводить такую работу, не пренебрегать вот этими условиями доверенности. Пусть у вас сегодня организация не совсем большая, это позволит, когда человек доверяет представлять свои интересы, он уже начинает по меньшей мере задумываться о том, что кто этим будет заниматься. А потом он, может быть, скажет, а вдруг дай-ка я тоже этим займусь и вступит в ряды вашей организации. То есть, на мой взгляд, вот такую работу нужно проводить на местах для того, чтобы ваша организация крепла, росла. Соответственно, нужно, чтобы набирать численность, активу показать все-таки свою работу и озабоченность теми интересами, которые они защищают и те интересы, которые отстаивают для работников. То есть, здесь уже фронт работы гораздо шире. Вот как показывает практика, что действительно самым все-таки таким острым вопросом стоит вопрос заработной платы, но если, как бы, начинать разбираться с этим вопросом, он уходит уже на второй план, потому что, если люди боятся потерять рабочее место, значит, здесь уже вопрос занятости стоит на первое место. Но эти вопросы, то есть, та организация, те насущные вопросы, за которые бороться, должна сама определиться по той реакции, поддерживают ее коллектив или не поддерживают. Но работа одного актива, она тоже не приведет к большим достижениям. Да, ведь надо понимать, что любой актив должен поддерживать трудовые массы. Если у актива есть поддержка коллектива, соответственно, эта организация, скорее всего, будет чего-то добиваться. Если будет отношение с активом такое, вот вы, ребята, умные, сильные, хорошие, идите боритесь, а мы здесь посмотрим, что у вас получится, соответственно, в такой организации будет мало успеха. Ну, наверное, вот... В целом, алгоритм введения вот этого, этой работы внутри уже создавшегося профсоюза, он ясен. Ну, вопрос создания новых организаций, это совершенно уже другой вопрос, как бы, да? А вот, как говорится наша русская пословица, были бы кости, мясо нарастет, да? Но кости тоже должны быть целые. Вот, чтобы это... Как бы гармонично этот организм развивался, все-таки, я считаю, актив в первую очередь должен быть предан делу коллектива. Коллектив должен поддерживать тот актив, который борется и представляет их интересы. Именно в такой связке организация будет крепнуть и расти и добиваться успеха. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я тоже отмечусь. Вопросы есть, товарищи? Что? Да, сейчас выступайте, конечно. Пожалуйста. Видим Андрей Анатольевич, город Королёв, оператор стантов ЧПУ. Также, по поводу завоевания большинства, хотелось бы сказать, что вот есть многие люди, которые выходят из так называемых «желтых профсоюзов». Но «желтых профсоюзов» как таковых нет, есть слабые профсоюзы, так как они состоялись тех же работников, которые ходят на работу. Вот они говорят, у нас слабые профсоюзы, а это они слабые, они просто вот. Во-первых, не нужно выходить, это большая глупость, выходить из профсоюза ради того, чтобы не платить туда взносы или ещё что-то. Терять такую связь с организацией, с общественной организацией, которая может тебе приносить какие-то блага, ради этих взносов брать и делать такие поступки. То есть не надо из них выходить. Во-вторых, если всё-таки там ничего не получается в этой организации, никак вдруг там настолько всё схвачено администрацией или ещё что-то, тогда можно делать вторую организацию, свою, свой профсоюз уже чисто, вот рабочий профсоюз. Также профсоюз может привлекать к общественной работе других товарищей, ну и даже не из профсоюза, допустим, делать общественных по инспекторов, допустим, по безопасности или технике безопасности труда и так далее. Вы давать удостоверение, и чем больше, тем лучше. Не обязательно профсоюзникам, чем больше, тем лучше. Хоть на каждом участке, если будет такой человек, это хорошо, у него вдруг что-то там с техникой безопасности, но он вообще сам, у него удостоверение у инспектора, он начнёт просто как-то, я думаю, захочется, мне кажется, что-то сделать, подействовать. То есть всегда надо что-то делать, что-то полезное и нужное, чтобы как-то с людьми контактировать. Я товарищу им говорю, у нас буквально перед отъездом приходил маляр и возмущался, что его заставляют красить большие какие-то металлические конструкции, но у нас в основном там под малярку всё есть, и вытяжки, и вытяжной шкаф, и всё. Когда нестандартная работа бывает, какие-то стены идут, выделяют просто помещение, он говорит, а как я там дышать буду, а я накрашиваю весь этаж, сейчас задохнуться, все айтишники умрут, и так далее. Говорю, ну давай, вот служебку напиши, и ещё этим дарим. Ну он повозмущался, повозмущался, ушёл, говорит, хочешь, я тебе напишу. То есть надо что-то делать вот с товарищами, но он пошёл, ему дали, я не знаю, что он там сказал, но ему дали где-то совсем в другом месте помещение на третьем этаже, где никого нету, открылись окна, ему дали респиратор, он быстренько накрасил и ушёл оттуда. Вот такие редко бывают работы. Допустим, электрик тоже у нас ругался, что ему дали работу на троих, и всё срочно, вот это срочно, вот это срочно. Говорит, ну а как я один это всё сделаю, разведу, шесть светильников, ну под покраску, вот именно под это, ему и надо было сделать. Говорит, ну ё-моё, ну ты напиши, служеб, что работа на троих, и ты за столько часов можешь сделать, только вот столько или это. Ну не знаю, как этот вопрос он решил, то есть у нас редко, но возникают такие вопросы. Но надо работать с людьми, и не только с ними, кто в профсоюзе, а вот может быть, как муравьёв, разводить своих таких, ну, помощников просто, инспекторов, инспекторов, которые, они бы с удостоверением чувствовали себя, что он не просто здесь Вася Пупкин и пилит металл или ещё что-то делает, а он инспектор. И когда видел бы недостатки какие-то, он, по крайней мере, может быть, пойдёт и посоветуется с теми, кто вот ему предложил эту должность, ещё что-то, и тогда начнётся какая-то деятельность, может быть, то есть втягивать людей в какую-то общественную деятельность. Также хотелось бы сказать, что на некоторых предприятиях находятся люди, можно сказать, герои, которые вот, заваливают на себя такую работу, общественную работу, и, несмотря на то, что никто этим не хочет заниматься, какой-то человек вдруг начинает заниматься. Создавать профсоюз, там, писать какие-то заявления о улучшении условий труда, ещё что-то там, по технике безопасности, описывать все нарушения, все сюжетки писать, как полагается, что до сих пор не делалось, и люди работали в ужасных условиях просто, ужасных условиях. И такие люди находятся, и если такие люди всё-таки найдутся, их надо поддерживать, надо поддерживать таких людей, не предавать их, не идти там, начальству стучать, что вот там нашёлся человек, который вот что-то, какую-то деятельность ведёт свою, не от вашего имени, не ещё что-то. хотя есть такие примеры, что люди задают, бывает, товарищи, да. Люди, когда задают таких товарищей, которые начинают заниматься общественной деятельностью, ради работяг, ради рабочих, ради улучшения условий труда, там, коллективные, может быть, какие-то им предлагают договора в будущем, обсудить. если вы их сдаёте, вы просто, не знаю, сами себя предаёте, потому что интерес рабочего никогда не пересекётся с интересом работодателя просто. У вас по голове разочек, может быть, за тысячу рублей, что там вам подкинут, такой молодец, и всё. А состояние-то будет постоянно ухудшаться, то есть, это вот совсем не выход, а выход, вот размножать так, и инспекторов, как мы, вот Сергею Горбушевскому предложили где-то стать инспектором по охране труда, да, он, конечно, не отказывается, и там, я не знаю, на какой стадии там это всё получается, и, может быть, потом ещё и других людей можно будет подтягивать, вот, то есть, как бы просто в общественную такую деятельность затягивать потихонечку людей, даже не обязательно приглашая его в профсоюз, может быть, люди поначалу побаиваются этого или чего-то, но если совсем люди всего боятся, я не знаю, на работе, что их уволят, может быть, тогда, им дорога в партию, ну, идите в партию, вас тоже уволят, это ваше личное дело, где вы, чем занимаетесь, по крайней мере, в нерабочее время, но тут мы будем тоже организованы, по крайней мере, мы же люди партийные, они всё-таки организованы, и у них есть какие-то цели и задачи, ну, вот, как-то вот так вот. Спасибо. Здравствуйте, товарищи, Максим Заварин, город Тюмень, водитель автобуса городского, сопредседатель профсоюза работников городского наземного пассажирского транспорта, движениям, ну, работаю в организации Тюменской ПТП, организация немаленькая, две с половиной тысячи человек, два подразделения, головное, полторы тысячи и обособленное, тысяча человек, ну, я работаю в обособленном подразделении, вот, в апреле, в конце апреля с товарищами собрались, учредили профсоюз, вот, три человека у нас было, в общем, и подумали, как нам привлекать членов в профсоюз, вот, и выбрали такую тактику, что открытый был только я, то есть я встречался с людьми персонально, разговаривал с ними, объяснял, ну, честно сказать, разговоры всегда были продолжительными, чтобы человек понял, хотя бы более-менее, о чем идет речь, если он вообще не подготовленный на этих вопросах, вот, и, если он принимает решение, ну, таких, надо сказать, кстати, большинство, кто все-таки на таких условиях соглашался вступать, нежели те, кто отказались, потому что, если он вступает в профсоюз, то об этом знаем только я его, то есть, суть в том, что никто никого не знает, и если какой-то нехороший человек к нам попал, да, он работодателю список членов профсоюза не предоставит, вот, ну, так вот потихонечку за 4 месяца я набрал 30 человек, вот, и прямо перед отъездом на РКР 13-го числа мы провели первое открытое собрание профсоюза, где те, кто, в принципе, страх-то проходит, все равно у людей со временем, и они понимают, я сам, если честно, когда принимал решение, вот, что профсоюз создавать, мне, как бы, страх, он присутствовал, но со временем это проходит, вот, и люди, которые все это обдумали и поняли, что надо действовать более открыто, более уверенно, они пришли на это собрание, в итоге получилось, открылось вместе со мной 8 человек, которые сейчас занимаются агитацией в профсоюз, вот, при помощи, вот, сейчас газета Депо вышла с моей небольшой статьей призывом вступать в профсоюз, вот, также мной написан проект коллективного договора, и особенность этого проекта то, что он именно на обособленное подразделение, то есть, он, у нас есть на предприятии проект, действующий коллективный договор, который распространяет действия на оба подразделения, вот, но по закону можно заключить коллективный договор с работодателем отдельно на обособленное подразделение, вот, этот проект был написан, и вокруг него сейчас вот и, то есть, с помощью проекта и с помощью выжимки, выжимка тоже сделана, агитируются работники вступать в профсоюз с целью вот борьбы, для борьбы за заключение вот этого договора, вот, коллективного, ну, то есть, нам о большинстве трудового коллектива, конечно, рано говорить, но вот, может быть, кому-то вот такой опыт поможет что-то предпринять, хотя бы начать какие-то действия, то есть, 30 человек, я думаю, все-таки немало уже, да, если их вообще не было, они были все разрозненные, тем более, вот, учитывая специфику нашей работы, что мы каждый в своей кабине закрылись, и у каждого своя жизнь, можно сказать, мы можем практически не видеться годами, хотя работаем в одной организации, ну, вот, при помощи, конечно, современных интернет-технологий это немного решаемо, ну, в принципе, все, что хотел сказать, вопросы, может, есть какие-то. Спасибо. Илья Павел Юрьевич, следственный ремонт ЦРС Самарской ГРЭС, значит, что хотел сказать, вообще, по идее, я должен был быть садокладчиком по этому вопросу, но, к сожалению, так получается, что на моем предприятии наш профсоюз, он, пока что он есть, но расширение, как такового, серьезно, пока не происходит, вот, но, что могу рассказать из своего опыта, и, какой, такой, скажем, месседж рабочим, рабочим, чтобы они поняли. Ситуация была на третьей котельной, где я сейчас непосредственно работаю, у нас предприятие, оно разделено несколько котель, по городу, вот, и у нас мастер такой, такой он, живчик, любит всех подстегать, подбегает, говорит, давайте, работа, что вы сидите, давайте, идите, работа, ну, как-то у нас немножко задолбал, у нас четыре человека, сидят в списарке, все рабочие, вот, если я, например, один сижу, он подбегает, сразу начинает, ну, как бы, один против мастера, приходится там, скрипя зубами, бывает, вытюкнешь его, но идти работать, а тут четыре человека, если отобщаемся между собой, какие-то свои вопросы, он подходит и начинает, выпать ту же самую пластинку, ну, что вы сидите, а давайте это, мы так все сели, посмотрели на него, слушай, давай ты не будешь нам тут вот это вот, мозги нам втирать, и он что-то так разрос и заглох, ну, то есть, какой факт, что это такое, вот, когда один рабочий пытается что-то, да, ну, это как бы вот, ни о чем, два, три, четыре человека, это уже что-то, а когда вас больше, когда вот, вот, происходит этот вот, укрупнение коллектива, профсоюз или, или какого-то объединения рабочих, например, на предприятии, вот, и вы понимаете, что вам нужно делать, вот тогда это сила, ну, поэтому надо с рабочими кооперироваться, вот, и с ними как раз таки, вот это делать расширение, ну, вот такой опыт, уважаемые товарищи, у кого еще есть сказать по данному вопросу, может, что-то дополнить, интересное, значит, Капустин Николай Викторович, славный город Нижний Тагил, значит, представляю, меня попросил выступить, Михаил, ой, Иван Михайлович Герасимов, значит, вот по какому поводу, ну, значит, немножко о предприятии, которое я представляю, значит, я работаю в Нижний Тагильских электрических сетях, производственное объединение Нижний Тагильских электрических сетей, филиала Свердлов Энерго, Мореска Урала, а над нами еще стоит Пауэр-Россети, ну, то есть, это крупная такая сетевая компания, которая, ну, занимается обслуживанием электрических сетей, значит, смысл какой в нашей работе? У нас, ну, вот в ПО, где я работаю, там где-то порядка 900 человек работают, но коллективы распределены по территории, где-то примерно 150 километров радиусом Южного Тагила и отдельными бригадами работают, а так они находятся в РЭСах, районных электрических сетей, ну, по названиям городов. в РЭСах работают от 50 до 100 человек, то есть, вот такая вот распределенная система. Значит, в этом году у нас заканчивается коллективный договор, ну, и в связи с этим профсоюз собирал предложения в новый коллективный договор. До этого, три года назад, тоже собирали предложения, я подавал, но их, естественно, никто там и не озвучивал, и не принимал. Но тут я решил, значит, сделать не так, что дал профсоюзнику свои предложения и на этом все закончилось. Я, значит, сначала, ну, у нас, раз, сетевая компания, то есть, у нас корпоративная почта есть у всех практически, ну, кроме монтеров, вот, у всех инженерно-технических работников, все, в общем, я распространил, значит, что собираем предложения в колл-договор по электронной почте. Все, всем разослал проект колл-договора, после этого подождал недельку, ну, и попросил, чтобы предложения, такие, в этот колл-договор, значит, мне прислали. Ну, народ инертный, но, тем не менее, предложения некоторые тоже появились. Я, значит, за основу предложений взял, которые, вот, товарищ Горбушкин сформулировал, в колл-договор своего предприятия. У него подобное предприятие, тоже, сетевая компания. вот, ну, значит, после этого я разослал все, все эти предложения, опять же, по всем, по всем компьютерам, по электронной почте, всем, и попросил ознакомить с ними работников. Ну, зная, что, дело в том, что у нас очень много идет приказов, распоряжений, у нас где-то по году 120 приказов по предприятию идет. Я только 300 приказов и распоряжений в год выпускаю. Вот. А, еще хотел сказать, я работаю инженером по охране труда, и мой функционал входит, значит, проверки бригад, а также проведение организации дня охраны труда. Это у нас обязательное мероприятие. один день в месяц, это вторая рабочая среда каждого месяца проводится день охраны труда, где все работы запрещены, и целью охраны этого дня является ну, собирать собрание трудовых коллективов, доводить до них информацию по несчастным случаям, по травматизму с целью недопущения. Также различные техучебы, показательные допуски, отработка на тренажерах, значит, переключений и ремонтов. Вот. Ну, значит, после того, как я все предложения эти раскидал по почте электронные, значит, я решил в ближайший день охраны труда провести собрание именно по предложениям в коллективный договор и включил соответствующие требования в приказ. А дело в том, что приказ это обязательное для исполнения, и если кто-то не выполнил, то, значит, есть на него меры воздействия. Ну, в общем, вот этот фокус сработал, провели собрание в людовых коллективах, проголосовали, я послал им сразу же образец протокола, который необходимо заполнить. в общем-то, где-то порядка 500 подписей собрал. Вот. Ну, дал эти предложения, естественно, нашему профсоюзному лидеру, который должен быть в согласительной комиссии, там создается комиссия по принятию колл-договора, значит, от работодателей, представителей, представителей от профсоюзов, и они, значит, все предложения выкладывают и совещаются, что принять, что не принять. Но, естественно, эти предложения все прогрессивные, никто их, ну, по крайней мере, их озвучили, где все собрались, все председатели первичек, по крайней мере, они хотя бы это услышали. На этом моменте, вот, в общем-то, пока все закончилось. Дело в том, что, ну, довели до людей все эти предложения к лучшему. После этого, значит, у нас бы состоялись перевыборы правкома. Наш председатель правкома, он там уже 30 лет работал. Ну, профсоюз желтый, естественно, он бывший сварщик, вот как в 45 вышел на пенсию, так и это 30 лет он там сотрудничает с работодателем. Вот, профсоюз занимается культур, мультур и физкультур. Я так называю. Вот. Ну, значит, после этого были перевыборы председателя правкома. Ну, я выдвинул тоже свою кандидатуру и составил программу. Ну, на основе вот этих вот прогрессивных предложений. Так, ну, по колл-договору я рассказал, значит, как с помощью, значит, административно-командной системы я все-таки довел до людей всю информацию, прогрессивные требования довел. И, вот. А после этого у нас были выборы председателя правкома. там тоже была агитационная кампания и моя программа тоже состояла из тех же, по сути, предложений прогрессивных. Я зачитаю тогда, чтобы было понятно. Ну, сразу скажу, что в этом всех этих делах мне помогала партия, то есть Иван Михайлович Михаил Васильевич Попов. Мы по электронной почте списывался с ними и они мне советовали как правильно поступить. Значит, программа. Значит, цель программы повышение уровня жизни работников путем организации их успешной борьбы за свои интересы. Первый пункт борьба за повышение оплаты труда до реальной стоимости товара рабочая сила всеми законными способами. Для чего необходимо в коллективный договор ввести следующие пункты. В соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги обеспечить повышение уровня содержания заработной платы путем индексации заработной платы один раз в квартал на индекс инфляции в данном регионе рассчитанным государственными органами статистики плюс 5% от тарифных ставок окладов работников. В настоящее время в нашем колл-договоре повышение окладов один раз в год будет в июле месяце. Следующий пункт. Работники не могут привлекаться к сверхурочной работе кроме случаев крайней необходимости и по согласованию с правкомами и представительным органам. В случае привлечения работников к сверхурочной работе оплату проводить исходя из трехкратного среднего заработка. В настоящее время у нас за первые 2 часа полуторный оклад идет и плюс премия потом двойная. Но это тоже так как оклады маленькие у людей поэтому эти полтора часа там никуда не стреляют не сильно много там выходит а времени тратят больше и изнашиваются быстрее. Следующий пункт. Продолжение сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 2 часов в течение недели и 6 часов в календарный год. В настоящее время сейчас 120 часов и 4 часа в неделю можно переработать. Следующая доля тарифной части в общей заработной плате должна составлять не менее 80%. В настоящее время у нас 70% оклад и 30% премия. Второй пункт. Борьба за сокращение продолжительности рабочего дня всеми законными способами. Для чего необходимо в колдоговор включить следующие пункты. В связи с принятием пенсионной реформы, которая повлекла за собой увеличение пенсионного возраста и увеличение рабочих часов, отработанных за трудовой стаж работника до выхода его на пенсию, а также для увеличения свободного времени работников для свободного всестороннего развития, повышения квалификации и участия в профсоюзной деятельности. Работодатель обязуется сократить рабочее время до его нормальной продолжительности, которая не должна превышать 30 часов в неделю и не должна превышать 6 часов в рабочую смену, за исключением работающих во вредных условиях труда третьей и четвертой степени или в опасных условиях труда по результатам спецоценки, которым должно быть установлено не более 26 часов в неделю. У нас у монтеров вредность 3.1 это идет доплата 4 процента, 3.2 это идет отпуск, к отпуску дни увеличиваются, 3.3 это, по-моему, не помню, а сокращенная продолжительность рабочей недели, 4 это опасные условия труда, но у нас таких нет, там смертность 100 процента. Следующий пункт, борьба за улучшение условий труда всеми законными способами, то есть создание в правкольной церковной комиссии по проведению спецоценки условий труда, члены которой должны участвовать в проведении спецоценки. У нас сейчас в настоящее время ездит инженер по охране труда с проверяльщиком, ну приезжает аттестующая организация, вот я вот как раз перед поездкой сюда ездил с ним. Ну, значит, что хочу сказать, в принципе, замеры они все правильные и честные, там в этом спецоценке условий труда, там изменена методика подсчета вот этих всех вредных факторов и вот эта методика изменилась и поэтому сейчас никакого вредности нет. На самом деле, как бы замеры они по-честному делают. Вот, только как-то считать эти цифры, вот по-разному можно считать. Следующий, четвертый пункт, борьба за повышение качества и сохранения персонала, для чего необходимо в колл-договор внести следующие пункты. Увольнение работника, перевод работника на другую работу только по согласованию с правкомом и представительным органом. Кадровые вопросы назначения работника на должность работодатель обязан производить приказом руководителя подразделения организации и с учетом мнения соответствующего правкома и представительного органа. В целях улучшения организации производства штатную численность работников работодатель обязан устанавливать с учетом мнения профсоюзных комитетов и представительного органа. Так, пятое, борьба за развитие производства, для чего необходимо в колл-договор внести следующие пункты. Включение в коллективный договор требований по плану обновлению основных средств производства не менее 10% в год автотранспортной и спецтехники сроком эксплуатации более 10 лет. Но у нас подстанции, основная у нас, где предприятие находится, она у нас с 33 года. С нее начиналась сеть 110 кВт на Урале. То есть там оборудование, там выключатели стоят, как у нее, лет 50 лет. Хотя 30 лет срок. Далее, все работы, которые в настоящее время выполняют подрядные организации, кроме узкоспециализированных, выполняют своим персоналом. У нас сейчас в сетях работают очень много подрядных организаций, которые, по сути, делают нашу работу, которую должны делать наш персонал. Ну, как бы, нанимают, приезжают, делают. Кроме страховки, откаты. Ну, да, понятно, что откаты, все это, все это, да, но нигде же это не написано, а просто мы наблюдаем, что вот ездят, нашу работу делают. Мы, причем, в первую очередь, должны допустить сначала подрядчиков, а потом уже свои работы делают. Вот. А диспетчер-то один, он, как бы, не может со всеми одновременно работать. Дальше. Борьба за... Следующий, шестой пункт. Борьба за заключение прогрессивного коллективного договора путем принятия решений на собраниях профсоюзных трудового коллектива и направления решений в комиссию по принятию пол-договора. И следующий пункт. Борьба за исполнение коллективного договора всеми законными способами, точно так же путем принятия решений на собраниях профсоюзных коллективов. Ну, значит, вот с этой программой я ездил по всем районам, и ни один не сказал, что тут что-то плохо или неправильно. То есть, в общем-то, весь народ поддержал. Но, так как нас мало, ну, в принципе, где-то нас, мы, у нас в предприятии, я говорю, где-то около 900 человек, но мы входим в крупную систему. И поэтому необходимо, по крайней мере, хотя бы по Пермэнерго, Челябэнерго и Свердловэнерго распространить вот это вот, все вот эти передовые идеи. Именно в трудовых коллективах, именно таким же способом попробовать вот... Ну, у нас в каждом производственном отделении есть служба производственного контроля и охраны труда, ну, в которой вот я работаю. Мы вот как раз и пишем приказы по проведению Дней охраны труда. Это наша обязанность. Поэтому надо эти светлые идеи довести до сотрудников этих отделов. Объясните, но там такие же живые люди, нормальные, так же работают с переработками, так же куча отчетов у них и нервотрепка. Вот. И чтобы вот этим способом, вот именно по низу, снизу, чтобы вот люди ознакомились, провели собрание, а руководство, оно очень боится именно правильно составленных бумаг. Это для них смерти подобно, потому что грамотно составленная бумага, это уже основание и в суд сходить, и в прокуратуру, и в трудоинспектору показать. То есть вот, вот они вот препятствуют всячески вот этим делам. Но, тем не менее, вот немножко получается, но проблема собрания собрать. Вот я могу собрать собрание, приказ написать и все такое, но сама вот тема собрания, вот у нас получается балаган. Вот я два раза уже проводил, ну, балаган покричали, разошлись, составили протокол, ну, как бы так, ни о чем. Но никто его не исполняет, не собирается исполнять. Например, последнее собрание я проводил, в приказ также вписал слова, что давайте поговорим об использовании рабочего времени. Хотел вывести людей как раз вот на то, что у нас неэффективный менеджмент. То есть у нас очень длительное время идет на подготовку рабочего места, на допуски вот эти, все снимается на видеокамеру, потом это все загоняется в компьютер, в специальную программу. И там любой руководитель может посмотреть, вот, ну, за любым рабочим местом, как допускали, как инструктировали, как чего. Это вот отнимает часть времени рабочего. У нас раньше обеда сейчас уже ни одна бригада не начинает работать. Хотя с 8 до 5 работаем. Ну, и вот я хотел вот их вывести вот на эту вот тему, чтобы они как бы поняли, что вот у них крадут часть рабочего времени, потом заставляют их торопиться. Они в это время начинают нарушать, ну, и несчастные случаи, как следствие. И все, а виноват. А дело в том, что вот вся вот это вот рабочее время, которое тратится на подтверждение невиновности работодателя при наступлении несчастного случая, то вина будет лежать именно на мастере, который организовывал работу, вот, именно вот мастер и бригада. То есть мастер сядет, а пострадавший или в могилу ляжет, или в ожоговый центр. Ну, вот, в общем, довожу это до людей. Ну, вот в планах вот такие вот действия, что дальше распространить понизу все вот эти вещи, собрать нужное количество подписей, протоколов. Протоколы я им сразу тоже загоняю, чтобы просто было. Потому что если человек вот возьмет с нуля, начинает составлять, как его, что там написать, непонятно. Когда все ему напишешь, только там заполнить, сколько человек присутствовал, да потом снизу расписаться, сзади, кто участвовал. В общем-то, несложная работа. Также, вот я смотрел, в прошлом, по-моему, РТР выступал человек по этому, закону о профсоюзах, ФЗ-10. Значит, в законе о профсоюзах там, ну, вот я вот это услышал, потом почитал, конечно, сам этот закон там немного, в принципе, всего три странички, по-моему, или семь, или шесть, ну, небольшой. В общем, профсоюз может защищать своих членов, если члены находятся в какой-то комиссии, в комитете профсоюзом. Вот тогда по закону профсоюз может их защищать, раз они участвуют в профсоюзной деятельности. И вот с этой целью необходимо, видимо, всех людей, всех членов профсоюза распределить по всем комитетам, пусть формально, пусть вот как бы, пусть они даже ничего не делают, пусть один раз в месяц какую-нибудь маленькую бумажку составляют, которую я ему, в принципе, научу, как ее составлять. И он уже будет как бы прикрыт, чтобы его не тронь, только по правкам. Вот. Вот, это тоже способ можно использовать. Вот, а теперь хотел рассказать, я про выборы не рассказал, а, начал говорить, да. Значит, вот с этой программой мы выступали, ездили по всем, но у нас было пять кандидатов. желающих на этот пост. Значит, вот, ездили, но ездили не все, но, тем не менее, я бы в сервисе проехал, по всем службам прошел, всем рассказал, объяснил, прочитал. Вот. После этого мы решили составить, тоже провести профсоюзные собрания, именно в коллективах, после агитации нашей, чтобы они там, люди определили, за кого они будут голосовать, и должны были выбрать кандидатов, которые поедут голосовать на конференцию. Ну, озвучить мнение коллектива, своего трудового. Все согласовалось с профсоюзным лидером, да, все нормально, посылайте протоколы. Я разослал по почте опять. В последний день нашей выборной агитации, видимо, руководство про это узнало, запретили протоколы составлять. Все говорят, никаких протоколов не надо составлять, вот сами выбирайте, кто поедет от вас голосовать на конференцию, и все. А в протоколе там было, ну, первый пункт протокола, это назначение, как это, ну, председатель, секретарь и ответственный за подсчет голосов. Первый пункт, это в любом протоколе идет. Вторым пунктом ввелено было выбрать из пяти кандидатов, за кого будет РЭС голосовать, а третьим пунктом было, за кого, ну, кто поедет, делегаты, озвучивать эту волю людей. Так вот, значит, началось давление на руководителей районов, ну, это как бы по слухам, ну, и факты тоже есть, потому что мне прислали протоколы, и все как один одинаково заполнены. И формулировка, вот где было велено выбрать кандидата, ну, Капустина или там еще кого, РЭС, да, то там было написано у всех, вот я их привез с собой, там написано, вторым пунктом выбрать делегацию на съезд, ну, на конференцию, а третьим пунктом уже конкретно делегаты. Вот, ну, то есть, каждый человек, вот, вот, восемь разных людей не могут одинаково написать. Ну, им, видимо, сказали, как написать. Ладно, потом конференция началась. Было, присутствовало все руководство предприятия. Также был от кома профсоюза, нашего всероссийского этого электропрофсоюза, председатель этого областного комитета. Я еще чуть-чуть, вот, вот буквально три минуты. Вот, значит, первый тур голосования. Вот у нас было 43, как бы, это, делегата, которые озвучивали волю людей. Значит, первый тур, 19 за Капустина, 14 за Емелина, ну, это второй тур, еще два по 5 и 0. А по нашим профсоюзным у нас есть методичка по голосованию. Там есть и две третих, вот, если несколько кандидатов, если кто-то набрал две третих голосов, то второй тур не проводится. Если нету двух третий, то проводится уже из двух, кто вышел в лидеры, вот, между ними. Ну, и, значит, второй тур, 18 Капустин, 25 Емелина. Вот. Ну, естественно, там, видимо, или подтусовано было, или как, но не суть. Задача-то была моя, не прорваться председателем правкома, а все-таки довести до людей вот эти идеи. И это было сделано. Значит, после того, как люди узнали, что меня не выбрали, значит, человек 40 сразу вышел из профсоюза, как знак протеста. Я им, конечно, говорил, что зачем вы это делаете, еще ничего не кончилось, и еще будет дальше продолжаться борьба. Но, тем не менее, вот так. Это тоже показатель против несправедливости, которую они увидели. Вот. Сейчас я езжу также по районам, ну, с проверками бригад, с днями охраны труда, и меня все спрашивают, почему это мы тебя не говорили, мы же за тебя все голосовали. Я им говорю, ну, вот так вот вам поиграли в демократию, а назначили кого надо. Ну, в общем-то, вот такую деятельность я провел, и, в общем-то, это, ну, в общем, получилось. Скажу сразу, да, страшно было, когда ты выступаешь, вот перед тобой директор, замы его все сидят с стеклянными глазами, а ты им там, такую я речь там заготовил, нормально. Вот. Но, вот, пока я был вот в этом состоянии, вот в этой борьбы, ну, оно действительно так, даже состояние самочувствия у меня улучшилось, как-то, когда ты, живой. Почувствуешь себя. Да. Ну, вот, в общем-то, вот это я бы хотел рассказать, можно это использовать, какие-то способы и методы. Но самое главное, научиться собирать людей в коллектив, потому что, вот, основа советской власти, это когда люди сами решают, как им жить. Вот. А решить-то они могут только собравшись где-то, правильно. Вот. Вот их и надо научиться собирать и научить их составлять протоколы, выступать, готовиться к собраниям. Ну, и вот тогда, может быть, что-то получится. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, вот это, как бы, резюмируя вот это хорошее выступление, и это у нас будет в постановлении красной нити проходить, то есть, основой для завоевания большинства, основой для завоевания большинства профсоюзов все-таки является проект прогрессивного коллективного договора. Давайте об этом не забывать, использовать этот инструмент у себя на местах. Мы рассмотрели первый вопрос завоевания рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива. на мой взгляд, доклады выступления были достаточно изложены по этому вопросу. Есть еще кому именно по данному вопросу что сказать выступить? Пожалуйста. Кузнецов город Кенинград Совет защиты правильно было сказано что основой так сказать завоевания трудового коллектива является коллективный договор. Но коллективный договор он сам по себе, а коллектив и сам по себе. Ведь у нас поймите очень много красивых законов. У нас очень хорошо прописан трудовой кодекс который наверняка многие не имеют. а вот я как раз готовился поездки сюда я взял трудовой кодекс прочитал там очень много хороших вещей написано и очень правильно. У нас наконец очень есть масса хороших коллективных договоров. Вот я работал когда я работал на металлическом заводе у нас был очень хороший коллективный договор один из лучших так сказать в городе. но почему-то всем от этого да у нас еще и конституция очень хорошая разве плохая конституция отличная конституция вот дело это не в том что у нас хорошие законы хорошие конституции и прочее дело в том чтобы заставить власти эти законы выполнять на места на заводе это администрация значит где-то там вот поэтому именно если будет боевой профсоюз если он будет бороться за права трудящихся он естественно будет иметь среди этих трудящихся авторитет и естественно этим людям он будет ему будут доверять вот потому что я сам в свое время это прошел ну я не знаю временно я бы рассказал но Котов Максим Москва по русски на простом языке профессии это называется грузчик короче если тут связать вот вопрос которые возникали в том числе и в официальных профсоюзах и не в официальных вот насчет силы кол договора насчет доверенности вот насчет доверенности могу сказать следующее что помимо доверенности во-первых доверенности нужны для чего чтобы принести пачку и потрясти перед работодателем наличием и количеством куда вы их еще принесете больше не для чего и еще для того чтобы стимулировать сотрудник ну то есть я состою там какую-то ответственность несу но и в этом случае вот то о чем сейчас предыдущий говорил товарищ без коллективной борьбы и активных действий это вообще не имеет никакой силы то есть если я пачку чего-то там трясу она силы не имеет без действий соответственно если пока про действия не говорить а говорить о том что чтобы какие действия предпринимать нужно людей сначала организовать собрать и прочее то вот у нас организован профсоюз и честно говоря вот в наших условиях они у всех понятно разные у меня проблем это не вызвало то есть я ходил я действительно как тоже говорили люди но не меньше часа на каждого потратил это было именно марксистские вещи в голову заложены вбиты мы разговаривали и то что я хотел добавить по поводу вот мы собрали профсоюз в какой-то момент я понял что само вот это количество оно вообще ни на чем не влияет то есть нужно поднимать и выявлять среди них наиболее активных людей они такие есть они даже вот сидят они об этом не знают у нас активисты через полгода выявились которые сидели как мыши и молчали и они действительно начали работать причем ну так серьезно и вот этих людей надо всячески поднимать и всячески естественно их огораживать от нападков работодателя по поводу доверенности я что хотел добавить есть еще такой вариант как конференция про него товарищ тоже упоминал который рассказывал то есть когда вы собираете доверенности вы персонально подходите к человеку он пишет он в этот момент один он пишет и ему страшно то есть он что-то кому-то доверяет куда они потом уйдут потом эти люди которые написали доверенности там увольняются не увольняются и прочее когда проводится конференция вы на одном листе собираете подпись под делегатов делегаты собираются выдвигают какой-то там создают орган представительный всех работников то есть это тоже как вариант параллельной с доверенностями существует конференция потому что у нас например на предприятии желтый профсоюз именно так и сделан когда я ходил люди когда я выяснил все аспекты как это было создано и как подписано к текущей коллективной договор я просто ходил всем и объяснял что это они сами голосовали то есть у нас оказывается прошли по всем подразделениям подразделения якобы выбрали делегатов на конференцию эти делегаты значит собрались создали представительный орган и этот представительный орган от лица всех нас то есть я им объяснял вас понимаете вы слышали про него никто не слышал никто не знает когда это было в каком году и каким образом и этот представительный орган свои полномочия делегировал существующему профсоюзу и поручил им вписать коллективный договор с работодателем вот и все то есть получается что официально это сделали мы а про это никто не знает вообще и соответственно такую же точно операцию можно провести самому то есть вы создаете представительные органы но опять же этот этап вот этот этап он должен уже состояться тогда когда сами работники они готовы к коллективным действиям а этот этап еще надо поймать потому что как тут говорили есть стагнат есть развитие и прочее вот у нас тоже сейчас тяжелая ситуация и несмотря на то что она тяжелая она усугубляет свою тяжесть то есть там еще хуже становится с организацией не поднимается народ а наоборот опускается и быть готовым к этому подъему конечно заранее я вот такое дополнение хотел ввести по поводу именно конференции работников что это такая интересная тоже вещь вот у нас так сделала работодатели и оно работает шикарно здесь момент такой разрешите немножко поправить то есть конференция работает на того кто ее организует соответственно если ее организует работодатель она сработает в интерес работодателя если конференцию инициирует профсоюзный комитет или инициативная группа работников соответственно она и сыграет их интерес правильно то есть если вы организуется конференцию у вас конференция идёт нижнего уровня то есть работники во первых все в курсе ну потому что вы это делаете и вы это так должны делать никак иначе соответственно они все в курсе они все знают кого они выбрали те кого они выбрали они знают на что они идут потому что надо уже как-то в кавычках сказать торговать лицами официально представляться то есть какие-то люди должны перед работодателем стать сказать вот этому я за нашей спиной они и вот эти они они естественно должны быть уже готовы чем-то это подтвердить это раз но это на момент каких-то вся предварительная работа заключается в том чтобы к этому моменту люди подготовить и подвести спасибо еще есть соображение когда предлагается заслушать проект постановления по данному вопросу проект постановления российского комитета рабочих завоевание рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива российский комитет рабочих отмечает что необходимым условием успешных коллективных действий на предприятии направленных на улучшение условий труда является вовлечение в профсоюзную работу извиняюсь борьбу большинства работников основой для завоевания такого большинства должен служить проект прогрессивного коллективного договора содержащий требования увеличения заработной платы сокращения рабочего дня улучшение условий труда и других специфических для данного предприятия требований для более эффективной агитации в рабочих коллективов необходимо создать краткую выжимку из проекта коллективного договора на одну страницу без привлечения на свою сторону большинства работников следует воздержаться от публичного объявления деятельности профсоюза перед администрацией предприятия следует разъяснять работникам что улучшение их положения возможно исключительно при условии коллективной борьбы за ближайшие интересы не следует надеяться на то что покупатель рабочей силы будет самостоятельно увеличивать ее цену практика коллективных действий современной россии показывают что рабочие добиваются успеха чаще всего на предприятиях где имеется организация партии рабочего класса состоящим как минимум из трех рабочих наличие таких организаций многократно увеличивают возможности по организации агитации коллективным действием большинства трудового коллектива вот такой проект постановления предлагается уважаемые товарищи рабочие есть предложение принять данный проект постановления за основу чтобы в дальнейшем обсудить и предложить предлагая свои правки потом принятие уже завтра в целом сейчас мы предлагаем принять данный проект постановления за основу кто запрошу голосовать против воздержавших семей а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok